Простил прощения, что он понимает, что он перед ним виноват и всё. Но он проявил слабость, он сам был не очень здоровый человек. Вот. И, ну, отец, конечно, сам всё это понял, он знал, какие методы могли применяться. Рассказывает Надежда Власик Михайловна. Простил его. Да. Ну, так я думаю, ну, это как-то было, может быть, он не от всей души простил, после они не встречались. После возвращения из ссылки Власик хотел восстановиться в партии. Он много лет забрасывал в Кремль своих бывших соратников письмами. Хотел снова работать. За него ходатайствовал маршал Жуков. Но, увы. В конце концов, из-за переживаний Власик слёг. Умер он в 1967 году, так ничего и не добившись. Из дневников Николая Власика. Я был жестоко обижен Сталином. За 25 лет безупречной работы, не имея ни одного взыскания, а только одни поощрения и награды, я был исключён из партии и брошен в тюрьму. За мою беспредельную преданность он отдал меня в руки врагов. Но никогда, ни одной минуты, в каком бы состоянии я не находился, каким бы издевательством я не подвергался, находясь в тюрьме, я не имел в своей душе зла на Сталина. В этих словах есть Власик. И приговор времени, в котором он жил. Теперь, уже в 21 веке, понять этих людей становится всё труднее и труднее. Реабилитировали Власика лишь спустя 50 лет после его смерти. Звонят из военной прокуратуры. Мы занимаемся реабилитацией вашего отца. И я вот тут потеряла сознание. Так распорядился Бог, а может быть и дьявол, что о смерти своего любимого хозяина Власик узнал в тюремной камере, лёжа с инфартом после второго ложного расстрела. По странному совпадению, оба и хозяина его тень одновременно заглянули смерти в глаза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok